Всем привет, с вами Кира Котова. Сегодня нас ждет тема, которая полна тайн и интриг. Мы поговорим о дневнике Хюрем Султан. Именно о том, которое она отдала Симбюляге. Почему Хюрем не отдала его Михримах Султан? Что находилось в этом дневнике? И чего так сильно боялась Хюрем Султан? Друзья, если вам хочется разнообразить нашу тему или посмотреть что-то еще, я могу вам предложить интересный канал Факты для тебя. В нем есть мистика, легенды, страшные истории и исторические факты. Канал Факты для тебя развлекут вас в свободное время и не заставят вас скучать. Как раз мы вчера обсуждали интересную городскую легенду города Пятигорска о доме Эльзы, где обитают призраки. Присоединяйтесь к нам. Итак, по традиции мы начнем с самого начала. Мы должны разобраться во всем. Сейчас мы обратимся к сериалу. Те, кто любит только историю, могут посетить наш специальный плейлист истории историков. Ссылка в описании к этому видео или в подсказке выше. После того, как Хюрем не смогла удержать свой дневник в тайне и его чуть не прочитал весь гарем о ее любви с Лукой, Султанша, как казалось мне, отбросила эту идею с дневником и больше его не вела. Но я ошибалась. Заметьте, что о нем в сериале не было упоминаний ни в одной серии, только в самой трогательной сцене, когда Хюрем давала наказ своему уже свободному слуге Симбюляге. Она просила сохранить ее дневник. Султанша хотела, чтобы потомки знали, что она не рабыня, и все документы о ее свободе в этом дневнике. Почему Хюрем боялась, что ее забудут, а если и будут вспоминать, то только как рабыня султана Сулеймана? Наши зрители предполагают, что не по своей воле Хюрем попала к султану и не была рождена рабыней. Она была вольной девушкой и хотела такой остаться навсегда, даже на устах ее потомков. Почему именно Симбюляга? Почему Султанша не отдала дневник Михримах? Тут тоже есть свое объяснение. Михримах всегда была в центре внимания, и нетрюки просто могли выкрасть этот дневник и его уничтожить. Что же было в этом дневнике? К сожалению, в истории такого дневника нет. Может, он и был, но до наших дней он не дошел. Вы только представьте, если бы он смог сохраниться, если бы существовало, как бы он облегчил работу историков, и сколько бы мы уже знали о судьбе этой сильной женщины. К сожалению, сейчас мы можем только гадать, что там было. Судя по последней сцене, где Симбюль шел по пустому гарему, с дневником в руках и слышал голоса из прошлого, они как бы нам намекали, что было в этом дневнике. Юность Хасики Хюрем Султан, ее веселый смех, любовь к султану Сулейману, а потом и к ее детям, переживания за них и за своего мужа, страдания султанши и несправедливость Валиде к ее персоне. Документы, что она не рабыня, а законная жена султана Сулеймана. Вы, наверное, спросите, а могли ли быть там все ее убийства и интриги? Думаю, нет, ведь не только она вела дневник, но и Ибрагим. Его дневнике не было всех его грехов. Есть сцена, где Сулейман читал дневник Ибрагима, и там была история его дружбы и его тяжелая жизнь раба султана Сулеймана. Не думаю, что Сулейман плакал бы, читая его дневник, где он пишет, как подставлял Хюрем и так далее. Так что дневник – это всего лишь метод восхваления себя. Но это не столь важно. Не было бы этого дневника, то не думаю, что в сериале что-то бы изменилось. Давайте порассуждаем в комментариях. Делитесь, кто что знает про дневник Хюрем Султан. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик со всеми уведомлениями, чтобы не пропустить наши интересные видео. С нами будет еще интереснее. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok